Шашлычный набор к майским праздникам обходится дороже. Что с ценами? Почему за мясо покупатели отдают меньше, а за мангал больше? Татарстанцы могут снять наличку на кассе, как работает кэш-аут. И сельская ипотека становится популярнее. Татарстанцы выбирают сразу готовые дома. Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас от Инновской экономики. Здравствуйте! Шашлычный набор к майским праздникам стал обходиться дороже на 8%. Это если сравнивать с прошлым годом. А продажи мяса, угля, мангалов уже к середине апреля выросли на 19%. Заметили аналитики чек-индекса. Они изучили больше миллиона чеков и увидели, что расплачиваясь за мангал, например, покупатели это весной отдают в среднем 838 рублей. Средний чек за год вырос на треть. Розжик обходится в 139 рублей. Это плюс 2% к прошлогоднему чеку. И, пожалуй, это все, за что теперь покупатели отдают больше. На остальные составляющие шашлычного набора средние чеки стали ниже. Не цены упали, а именно суммы в чеках сократились. То есть люди выбирают то, что дешевле и берут меньше. Например, готовое мясо для шашлыка. На него средний чек 624 рубля. Он сбавил 5%. Аналитики это объясняют тем, что люди стали покупать больше дешевого куриного мяса вместо свинины. Она дороже. На уголь теперь чек 209 рублей. Он сбавил 2%. За шампуры люди дают 352 рубля. Тоже минус 4% к прошлогоднему чеку. Таким образом, средние затраты этой весной на такой шашлычный набор получаются 2162 рубля. В Татарстане растет количество точек, где можно получить наличные на кассе. Так называемый кэш-аут. Держатели карт могут снимать деньги прямо на кассе магазина. За раз можно снять до 5000 рублей. Это в день. И до 30 тысяч рублей в месяц со своей банковской карты на кассе в магазине при совершении любой покупки. В среднем по России с помощью такого сервиса люди снимали 2000 рублей. К началу этого года таких точек стало около 850 в 2,5 раза больше, чем еще прошлым летом. Развитие сервиса наличные на кассе перспективно. Особенно в небольших населенных пунктах, где мало или совсем нет банков или банкоматов. Татарстанцы могут воспользоваться сервисом наличные на кассе в супермаркетах, небольших магазинах и ряде автозаправочных станций. Более 3000 семей в Татарстане купили дома по сельской ипотеке. Это с начала действия программы. В этом году татарстанцы взяли больше 200 сельских ипотек на 500 миллионов рублей. Чаще покупали готовые дома. В нашем регионе сельская ипотека по-прежнему пользуется большим спросом. В этом году татарстанцы чаще всего по данной программе приобретали дома в Пестеричинском, Лаишевском, Высокогорском, Тукаевском и Арском районах. При поступлении документов в наше ведомство регистрация таких объектов проводится, как правило, в течение одного рабочего дня. Напомним, сельскую ипотеку можно взять на срок до 25 лет. Максимальная сумма кредита для татарстанцев в 3 миллиона рублей. Если сельскую ипотеку берет семейная пара, то по 3 миллиона может взять муж и жена на дом и на землю. Первоначальный взнос от 10%. Ставка 3%. Татарстан получит 4,3 миллиарда рублей из бюджета страны на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Добрую для Республики новость в своем телеграм-канале сообщил вице-премьер России Марат Хуснулин. Кроме нас, деньги на замену старых труб получит Московская и Тверская область. Всего на эти деньги в регионах обновят полторы тысячи километров сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения. А радость от этого должны почувствовать чуть меньше 2 миллионов человек. Напомним, в середине марта директор Казанского водоканала отчитывался о том, что износ сетей в столице сегодня 70%. И каждый год изношенных труб становится больше еще на 3%. Вот такой была экономическая картина этого дня. Что принесет новый день, узнаем и расскажем. Смотрите новости экономики на телеканале Татарстан24. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова